Разного рода духи были на Руси не просто предметом верований. Наши предки считали, что черти, домовые и лешие тут, рядом. Если вести себя неправильно, они этим непременно воспользуются. Конечно, и в наше время человек религиозный с уверенностью скажет тебе, что бесы существуют. Где-то там. Но мало кто всерьез верит в их присутствие рядом с нами. А ведь в свое время речь шла именно об этом. На Руси считали, что неисчислимые армии бесов населяют вселенную, и окружающее нас пространство не исключение. Бесы могли занимать дома, и в большинстве городов старину были такие здания. Проживавшие в них черти безобразничали, шумели, били посуду. Эти зловредные духи могли залетать даже в церковь, хотя молитвы чтения Евангелия не переносили. А еще черти любили вселяться в людей. Именно поэтому при зевке русский человек непременно крестил рот, чтобы бес не залетел. А стоявшие в избах ведра и катки с водой обязательно накрывали крышкой, тканью или хотя бы скрещенными планками. Иначе рогатый демон там непременно искупается. Считалось, что вне городов бесы любят селиться на болоте. Живут они семьями, а женятся обычно на ведьмах. Подвержены людским порокам, пьянству, курению табака и азартным играм. Чтобы пакостить людям, черти принимают облик кошки или собаки, непременно черной. И человеком они тоже легко оборачиваются, причем любым. Например, принимают облик отсутствующего мужа, чтобы соблазнить женщину. Или подвыпившего приятеля, приглашающего мужика вместе продолжить веселье. После которого человек обнаруживает себя либо в помойной яме, либо на краю оврага, а то и в колодце. Однако в любом облике чертей выдает голос, громкий, сиплый, с жутковатыми нотками. Ну и разумеется, у каждого имеется бес-искуситель, стоящий за левым плечом. Если зазвенело в левом ухе, значит бес летал сдавать дневной отчет о грехах человека, а теперь вернулся. Не любят черти, чертополоха и ладана. Опасаются молнии, прячусь от них за людей. Считалось важным в грозу осенять себя крестным знамением, чтобы Илья Пророк или Архангел Михаил не задели тебя посланный в черта огненной стрелой. А еще запрещалось чертыхаться, чтобы не призвать нечистого. И современные этнографы описывают случаи, когда крестьяне, чертыхнувшись, видели черное мохнатое существо ростом с годовалого ребенка и с пяточком на месте носа, вылезшее из-под лавки. Галлюцинации? Белая горячка? Не очень-то и похоже. Заселяясь в новую избу, хозяева вперед пускали кошку и петуха, а сами входили следом с иконой и караваем в руках. И первым делом отрезали от каравая ломоть и клали под печку домовому или доможилу. Также называли его доброжилом, хозяином, суседком, говорили он или сам. Домовой заботился не столько о строении, сколько о его обитателях, людях, скотине, птице. Особенно любит лошадей, ухаживает за ними. Имеет предпочтение в смысле лошадиной масти и иногда подсказывает людям, какого цвета лошадь надо покупать. Хоть старую, да чалую. И чувство привязанности может особенно в сумерках во сне давить на грудь главе семейства. Тогда его надо спросить, к худу или к добру, и он ответит человеческим голосом. Определенно жутковато. Облика телесного домовой не имеет, увидеть его нельзя. Помогает он хорошим, мрачительным хозяевам, живущим мирно. Разгильдяев не любит и вместо того, чтобы приглядывать за скотиной, может по мелочи вредить, способствовать разваливанию хозяйства. К жилищу домовой привыкает и сам покидает его неохотно. При переезде его надо было позвать с собой. Например, положить лапоть и сказать «Добрый дух доможил, вот тебе сани, поехали с нами». Может поехать, а может и остаться. Ну а если домовой слегка безобразничает, громыхает посудой или роняет что-то в сенях, так это он не со зла, а от озорства и непоседливости. Особо зловредные ходячие покойники превращались в упырей. Славяне клали им подношения и пытались их задобрить, но это удавалось далеко не всегда. Упыри в разных сказаниях выглядели по-разному. Одни крестьяне считали, что это полуразложившиеся жуткие трупы. Другие описывали упырей как самых обычных людей, только у них и лица необычайно красные от всей выпитой крови. Вообще упырям чего только не приписывали. Хвосты, чрезвычайно пухлые губы, острый язык, огромные зубы, которых могло быть по два ряда. Упырей отличала громадная сила. Они бегали со скоростью скачущей лошади. Их не получалось ни зарезать, ни заколоть. Они оборачивались свиньями, конями, кошками, собаками, волками, снежными шарами, копными сеном и прочим. Во многих легендах упыри летали над облаками и протискивались в дома сквозь мелкие щели. Эти вампиры вылазили из своих укрытий по ночам, обычно во время полнолуний. Упыри приносили людям самые разные несчастья, вроде болезней и неурожая. Долгое время они олицетворяли вообще все то плохое, что творилось в жизни. Но все же в большинстве истории они просто пили у людей кровь, а то и пожирали их плоть. От них первым делом страдали вдовы и прочие их родичи. Под постоянной угрозой были путники на дорогах. Хотя вампир был и не прочь закусить каким-нибудь крупным животным. Недоеденный человек мог сам обернуться упырем. Покойникам, заподозренном в вампиризме, пробивали сердце колон. Причем в ход шла не только осина, но и клен, липа и даже боярышник. Хотя во многих историях их просто сжигали или изгоняли криком петуха. Иногда вокруг могилы с беспокойным покойником все обсыпали маковыми зернами. Считалось, будто вампир не успокоится, пока не соберет их все. Порой доходило до каких-то очень экзотичных способов борьбы с упырем. Покойнику, чтобы он уж точно не восстал, завязывали глаза, забивали рот песком, надрезали жилы под коленями и засовывали под них щетину. К 17 веку сформировался образ Кикиморы, которую звали еще Кикимрой, Кукиморой, Кикой, Кикой, Марой и кучей других имен. Это очень расплывчатый образ. То ее селили в болото или реку, то выдавали замуж за лешего, банника или домового. Но все-таки куда чаще Кикимора изображалась домашним духом? По одной из версий, Кикимора раньше была духом, вызывающим кликушество, припадки которой объявляли одержимостью демоном. По еще одному источнику Кикимор насылали строители на нерадивых заказчиков. Некоторые вовсе видят в Кикиморе отголоски культа богини ткачества Мокоши. В Кикимор превращались убитые и практически всякие умершие некрещенные дети. Кроме того, Кикимора появлялась после смерти уродца Бесконечности и в домах, построенных на могилах удавленников и неотпетых мертвецов. По историям 18 века в Кикимор обращались дети, украденные нечистой силой. В 19 веке появилось мнение о том, будто Кикиморы рождались от связи женщин с огненным змеем. Иногда ее описывали как длиннокосую девушку в сарафане, а то и вовсе голую. Порой Кикимора была маленькой и невзрослеющей девочкой. Но все-таки куда чаще Кикиморой называли крохотную безобразную скрюченную старушку, одетую в лохмотью, сухую настолько, что ее легко уносила малейшим порывом ветра. Она обычно была невидима и превращалась в животных, свинью, собаку, зайца, утку, хомяка. Если в доме завелась Кикимора, жди несчастий. Она мешала спать, пугала всех протяжными стонами и диким воем, душила детей, кидала с чем попало, била посуду, распахивала двери, путала вещи, переворачивала мебель, гоняла скотину, выстригивала шерстью овец, выдергивала до гола перья у курицы, волосы у людей, поедала куриц заживо и вообще не давала нормально жить. Однако порой Кикимора занималась и полезными делами. Убаюкивала детей, мыла горшки, ухаживала за животными, помогала печь хлеб. Еще Кикимора любила прясть и шить, но делала это просто отвратительно. В образе этого существа в разных пропорциях сочетались человечьи, звериные и растительные черты. Многим леши представлялся обычным человеком в простой крестьянской одежде, но с некоторыми особенностями, выдающими в нем нечистую силу. Перепутанные лапти, например. Кому-то он виделся получеловеком-полукозлом сродни сатиру, хотя вместо козлиных черт вполне проявлялись и кошачьи, медвежьи или какие-то другие. Леши вообще мог быть ходячим деревцем с лицом, так и не отличаться от обычной березы или кустика мха. Очень часто он бродил по лесу бесплотным духом и оборачивался в разных лесных созданий. Боровик менял свой рост, мог показаться то гигантом со столетний дуб, то карликом с грибочек. Хотя нередко лешего все равно описывали то обычным чертом, то самым классическим заложным покойником. Тем более, что боровики до своей после жизни были некрещенными людьми. Леши охранял лес, начальствовал над волками, гнал, как обычный скот, все лесное зверье. Порой боровик был жутким врагом всем людям, но все-таки традиционно он лишь наказывал за ненадлежащее поведение в лесу. Пускай люди расплачивали за это опасными болезнями, большими увечьями и даже смертью. Но чаще всего он просто заставлял людей блуждать в лесу до полного истощения. Также леший похищал детей, чтобы обучить их колдовскому ремеслу. Прежде чем отправиться в лес, человек молился и выпрашивал у лешего разрешения на вход. Особенно необходимо это было охотникам и тем, кто рубил деревья. Да и простые крестьяне нуждались в благосклонности лешего. Ведь на Руси вели подсечно-огневое земледелие, когда для нового поля приходилось сжигать часть леса. Поэтому считалось, что если не отдать лешему целую корову, то он может и убить. За удачу на охоте, удачный выпуск кота и обилие ягод ему подносили пасхальное яйцо, хлеб и соль. А если этого не сделать, накличешь беду, мой дорогой друг. И тогда в кромешной тьме не отыскать тебе выхода из темнолесья.